Дружеский привет поклонникам автоспорта! А не пожаловать ли вам под Волгоград? Здесь как раз стартовала Баха Арчеда, первый этап Кубка России по ралли-рейдам, да еще и чемпионат Волгоградской области. Без лишней раскачки и проволочки 40 экипажей, пройдя все необходимые процедуры, приступили к разведке боем на прологе в 21 километр. Самая азартная схватка закипела в массовке зачета Н2, где претендентов было выше крыши и никто не собирался откладывать вопрос распределения мест на потом. Лучший результат 17 минут 30 секунд показали Раис Миниханов и Дмитрий Карпов. Вслед за ними бодро стартовали Вячеслав Попутский и Игорь Чудайкин на своем легко узнаваемом аппарате и с хорошего хода, не заметив рва, исполнили жесткий акробатический этюд, завершив гонку гораздо ранее, чем планировали. Остальные их ошибку не повторяли и сумели без исключения добраться до финиша. Второе время, отстав на 27 секунд, показали Борис Гадасин и Дмитрий Кожухов. Третье, добавив еще 15 секунд, Динар Сибгатуллин Егор Охотников. И всего две секунды отделила от первой тройки опытнейших Андрея и Владимира Новиковых. Пятый результат с единственной секунды отставания у экипажа Накуси Рейсинг Тим Алексей Тузов Максим Плюхин. Вот он уровень конкуренции. 212 номер Дмитрий Черкесов Владимир Простаков и 218 Дмитрий Марткович Павел Емелин зафиксировали абсолютно одинаковое время. 18 минут 26 секунд, поделив пятую-шестую позиции. На секунду дольше добирались к финишу екатеринбуржцы Александр Головушкин, Павел Русинов. Азат Мениханов и Льнас Гизатуллин уступали первому показателю уже больше минуты. Замкнули первую десятку посланцы северной столицы Константин Шилов, Евгений Загороднюк с результатом 18 минут 34 секунды. Зачеты Рейдспорт и Национальный вели соперничество, не замахиваясь на абсолютные вершины, что ничуть не умаляло их соревновательного уровня. В группе Р лидировали Андрей Сушенцов, Дмитрий Павлов. 40 секунд уступали им Михаил Расторгуев, Петр Пономарев на Ниссан Пайнфайтер. А на третьей позиции расположились Татьяна Елисеева, Игорь Пятенко на дизельном Паджеро. В УАЗ классе Энтон задавали Евгений Яковлев, Виктор Шитиков из Каменс Шахтинского. Александр Шатохин и Кирилл Гуляев уступали им 32 секунды. На 23 секунды дольше затратил на маршрут заводской экипаж Вадим Новиков, Дмитрий Рыбин. После некоторого перерыва вернулся в рейдовый строй Павел Платонов и вместе с Денисом Калининым обосновался на четвертом месте. Настроение хорошее, подзабыли, потому как ранее у нас в ноябре был. Вспоминаем, машина живая, машина каталась, все хорошо. Немножко с приборами проблемы, кнопочка не отбивается. Но я думаю, сейчас мы сделаем, все будет хорошо. А вот у Дениса Назаркина и Андрея Никифорова обойтись без помарок не получилось. Но что у нас с чемпионатом области? Да все нормально. Дакар, Аргентина сегодня не актуальны. Эпицентр схватки мировых лидеров грузового зачета Т-5 переместился под Волгоград. КамАЗ Мастер, МАЗ Спорт Авто и ГАЗ Рейд Спорт самыми боевыми составами схолестнулись на грунтовке пролога Арчиды. И первый раунд оказался за белорусскими экипажами Алексея Вишневского и Сергея Визовича. КамАЗ Андрея Коргинова уступил Визовичу одну сгуду и остался третий. Но здесь все основные события были, безусловно, впереди. Второй день гонки проходил по полной соревновательной нагрузке. Соискателям кубковых зачетов предстояли три 57-километровых дистанционных круга разнообразного ландшафта с фирменной изюминкой – песками Арчиды. А это всегда испытания навигационных навыков и прочности техники. Поначалу экипажи отмеряли витиеватую ухавистую грунтовку, преодолевали водные преграды и затем ныряли в золотисто-зеленое песчаное море Барханов и Ложбин. Ах, в каком непростом положении оказались лидеры первого дня. Им пришлось бороздить целину, намечая ориентиры преследователям. Раис Миниханов и Дмитрий Карпов оплошали раз за разом, промахивая контрольную точку и под грузом суммарной пенализации скатились вниз протокола. А лучшее время – 54,46 секунды – показал экипаж Накуси Рейсинг Тим Армен Пузян Кирилл Шумин. В первый день ребята не форсировали события, а приберегли свои козыри, скорость пилота и богатейший опыт штурмана к главному гоночному меню. Азат Миниханов и Ильнас Гизатуллин уступили им 37 секунд, а третий результат Дмитрия Мартковича и Павла Емелина отставал от лидеров уже на минуту 25 секунд. Первое прохождение маршрута становилось во многом ключевым. Дорожку накатывали и плутать уже не приходилось. Андрей Сушенцов и Дмитрий Павлов укрепили свое лидерство в зачете Рейдспорт. А вот в споре за призовые позиции существенные изменения. На второе место прорываются Татьяна Елисеева и Игорь Пятенко. Третий результат несколько сенсационно демонстрирует Алексей Кузнецов Сергей Переверзев. На новенькой толком не обкатанной Ниссан Навара. И уже первый проход зафиксировал потерю. Не уложились в норматив Виктор Толстов Сергей Шустров. Класс Н уверенно возглавляли Евгений Яковлев Виктор Шитников. Час 08.53. Вадим Новиков Дмитрий Рыбин уступив минуту 35 секунд на втором месте. Сместив на третье Александра Шатохина Кирилла Гуляева, которые к тому же словили пятиминутную пенализацию. И эта группа слегка похудела. Выбывают Денис Назаркин, Андрей Никифоров. Третий скоростной участок внес свои коррективы в турнирную таблицу. Не касаясь главной позиции, Армен Пузян, Кирилл Шубин вновь превзошли всех, в том числе и свой предыдущий прокат. 53 минуты 39 секунд. Их вторым результатом поддержали товарищи по команде Накуси Рейсинг Тим, Константин Шилов, Евгений Загороднев. А еще один экипаж этой дружины с берегов Невы Алексей Тузов, Максим Плюхин показал восьмое время. Тройку призеров замкнули казанцы Марат Илсур Галиевы. Андрей Сушенцов, Дмитрий Павлов добрались до седьмой позиции Абсолюта, почти предрешив победу в группе Р, где резко обострился спор за призовые места. Второй результат фиксирует Михаил Расторгуев, Петр Пономарев. А на третье место выдвигается слетанный дуэт. Антон Мельников, Антон Николаев. И весьма достатный технический сход поджидал дерзких дебютантов Алексея Кузнецова, Сергея Переверзева. Мы уже приехали, все. Финишировали чуть пораньше. Че произошло-то? Ну че, мы финишировали первыми, просто не там немножко. Не, первым по пуске. Че произошло? Ну, что-то охлаждение вышло из строя. Что-то не справилось песочком, родных песочком. В классе ЭН Евгений Яковлев, Виктор Шитиков ходом уступили Александру Шатохину, Кириллу Гуляеву. Но соперники подцепили 5 минут пенализации и остались на второй позиции. А спор за призы, казалось бы, предрешен. Вадим Новиков, Дмитрий Рыбин долго откапывались и привезли на финиш 45 штрафных минут. После чего их основным соперникам, Павлу Платонову, Денису Калинину, оставалось спокойно докатить завершающий дом. На котором и определялись победители и призеры первого этапа Кубка страны. Тут уж в ход пошла ее высочество стратегия. Те, кто наработал весомый задел, могли никуда особо не спешить. А кто подрастерял, стремились в срочном порядке наверстать упущенное. Самый быстрый прокат дня, 53 минуты 14 секунд, демонстрирует Азат Мениханов Ильнас Гизатуллин. И это выводит их на второе место в гонке. Потому что Армену Бузяну и Кириллу Шубину для убедительной победы на этапе вполне хватило третьего времени на итоговом скоростном участке. О ничемности все. Как я говорил, это большая заслуга Евгения Загородника, который поставил мне колотаж. Научил меня быстро ездить. И Кирилл, это, наверное, один из самых опытных штурманов, который вообще безошибочно провел меня по всей этой трассе. И вот в комплексе получился хороший результат. Техника не подводила? Нет, мы ее берегли. Это была такая тактика, поставленная Кириллом. Все получилось. Второе время на допе. И на всей секции показали Ментимир Мингазов, Дмитрий Охотников. Но потери первого дня оказались критичными. Стабильная, без провалов выступления по турнирной дистанции выводит третьими призерами этапа Андрея и Владимира Новиковых. Четвертое место занимают Алексей Тузов, Максим Плюхин. Опережая не кого-нибудь, а Бориса Гадасина с Дмитрием Кожуховым. Замкнул шестерку сильнейших еще один экипаж команды Накуси Рейсинг Тим. Константин Шилов и Евгений Загороднюк. В группе Р прогнозируемо не оказалось равных Андрею Сушенцову, Дмитрию Павлову. Мощно накатили на финиш Антон Мельников, Антон Николаев. Второе время выводит их на серебряную ступень подиума. А третье в этой азартной борьбе добиваются Татьяна Елисеева, Игорь Петенко. Даже если ты едешь три раза по одному и тому же кругу, каждый раз круг абсолютно разный. И ничего тебе не помогает, потому что условия все сложнее и сложнее. Но на самом деле это офигенный вызов, и это потрясающий опыт, и смелость загаляется в боях. Так что сегодня было очень круто, мне очень понравилось. В группе Н абсолютной доминантой завершают гонку Евгений Яковлев и Виктор Шитиков. Первые по всем статьям. Столь же безоговорочно вторые призеры Александр Шатохин, Кирилл Гуляев. А вот фортуна спора за третье место оказалась благосклонна к фирменной команде УАЗ Спорт. Напрочь застряли Павел Платонов, Денис Калинин. И Вадим Новиков с Дмитрием Рыбиным не напрягаясь заезжают на пьедестал. Отличный подарок штурману в день рождения. Конечно, опыт не подвел, но пришлось немножко покопаться в песочке, вспомнить песочницу в детстве. И как бы немножко-немножко тормознулись, минуту так на 10 и уехали. Вы не забыли про чемпионат Волгоградской области? Там все только начиналось. Помимо грузовиков подобрался приличный состав объединенного легкового зачета. И его участникам пришлось вновь седлать боевых стальных коней и выступать по полной программе, стараясь трижды одолеть дистанцию в 87 с хвостиком километров, да еще и по грузовой колее. Накатались в волю. И сразу в классе Т5 произошло крушение авторитета. Серьезно заплутали Андрей Каргинов и Сергей Визович. И на первое место выдвигается КамАЗ Айрата Мардеева. Богдан Каримов уступает минуту 24 секунды и занимает второе место. А на третье перемещается Алексей Вишневский. Но поломка компрессора на следующем прогоне и его низвергает вниз таблицы. Вот вам и областной турнир. Каргинов и Визович, разумеется, бросились отыгрываться. Но ситуацию теперь мог спокойно контролировать Мардеев. Он и возглавил зачет второго этапа соревнований. Каримов занимал второе место. Каргинов третье, обережая Визовича всего-то на 11 секунд. В легковой иерархии Армен Пузян и Кирилл Шубин продолжали победное шествие по арчединским пескам и весям. С первым суммарным результатом 4 часа 52 минуты 32 секунды. На втором месте через 12 минут 21 секунду закрепился также экипаж Накуси Рейсинг Тим. Константин Шилов, Евгений Загороднюк. Третий результат показали Евгений Фризоргер, Антон Власюк. Уступая второй позиции 10 минут 51 секунду. Гонять по тропам, где пасутся грузоведи, то еще удовольствие. Плотно зависает в жирной грязевой колее аппарат абсолютной категории Андрея Рудского, Андрея Рудницкого. Пока парни всеми способами пытались выбраться, к ним присоседились Андрей и Владимир Новиковы. Остальные благоразумно старались проскочить опасное местечко. Спортивная взаимовыручка сработала, но от дальнейшего участия ребята отказались. Третий день соревнований «Все как в больших гонках» подготовил участникам два прогона. 87 и 79 километров бугристой песчаной трассы. В классе Т-5 давил на всю железку Андрей Коргинов. Очень хотелось полностью реабилитироваться за неудачу прошлого дня. И оба раза ему не было равных в заданном темпе. Айрат Мордеев уступал товарищу по команде и на катам, и на шестом топах. Но бесстрастные судейские секундомеры зафиксировали на финише гонки его итоговое преимущество в 1 минуту и 6 секунд. Очень быстро ехал и Алексей Вишневский. Но ближе к атаке на призовую позицию оказался Сергей Визович. И отвоевал у Богдана Каримова третье место в гонке. В классе Н2 почти все определилось при прохождении пятого скоростного участка. Его выиграли Константин Шилов, Евгений Загороднюк. Армен Пузян, Кирилл Шубин показали третье время. Для победы оставалось просто не наделать глупостей, что они спокойно и осуществили. Созданный запас прочности позволил экипажам Накуси Рейсинг Тим докатить к финишу без лишнего риска и оформить первое и второе места в гонке. Третьего места добиваются Дмитрий Борткович, Павел Ебелин. Получилось, футинцы выросли, начали показывать результаты. Какие сложные моменты были при подготовке к гонке? При подготовке особо никаких тренировались. Мы до гонки два дня тренировались в другой Калкадсе, настраивали машины. А сложность самой гонки в однообразности. Одни и те же круги. Надо как-то иметь силы их крутить и при этом не допускать ошибок. Дмитрий Борткович, Павел Ебелин. Дмитрий Борткович, Павел Ебелин.